В эфире Слудск ТВ главный информационный проект «Время новостей». О событиях нашего региона расскажу вам я, Ирина Вечер. Здравствуйте! В филиале автопарк номер 2 открытого акционерного общества МиноблАвтотранс пять новых современных автобусов экологического стандарта Евро-5. Ключи водителям вручили 27 июня. Знаковое событие произошло в Слудске. 27 июня на территории филиала автопарк номер 2 открытого акционерного общества МиноблАвтотранс торжественно вручили ключи от пяти новых автобусов водителям одним из лучших в организации. Новая МАЗ-203 ярко-зеленого цвета, поставленная за средства областного бюджета. Об особенностях новых автобусов в своем приветственном слове рассказал директор автопарка Николай Валетко. Я бы это событие назвал даже более знаковым, потому что мы городские автобусы и в таком массовом количестве получали уже больше, чем пять лет назад. Поэтому это событие в таком массовом размере, конечно, имеет однозначно знаковое событие. И что мне бы хотелось отметить, что автобусы это не только новые, комфортабельные, это автобусы, которые отвечают всем самым высоким требованиям и безопасности, и техническим требованиям. Это автобусы Евро-5, это автобусы, которые позволяют водителю обеспечить на высоком безопасном уровне и движение автобуса, и безопасность пассажиров. Мы в Слудске, конечно, относимся к парке с повышенной любовью к транспорту. Я бы такими словами сказал. Потому что тот показатель, что у нас был самый старый подвижной состав, он, наверное, и говорил о том, что и водительский состав прежде всего, и наша техническая мастерская заботились о веренном нам недешевом имуществе транспорта. Это недешевое удовольствие. Спасибо нашему областному исполнительному комитету, что они сумели найти, потому что много сфер деятельности, которая требует финансовых вложений. Ключи водителям филиала «Автобусный парк номер 2» в Слудске от пяти новеньких, комфортабельных и безопасных автобусов МАЗ-203 вручали заместитель генерального директора по безопасности режиму и кадрам Открытого акционерного общества МиноблАвтотранс Хазалбек Атабеков и заместитель председателя Слудского райисполкома по экономике Жанна Рудская. Работать на новых автобусах будут опытные водители с большим стажем, бережно относящиеся к технике. Один из таких – Сергей Весловух, со стажем работы в автопарке более 15 лет и общим водительским стажем в четверть века. Вот получили автобусы марки 203. Они уже оборудованы по технической части, по-современному. Стоят видеокамеры для безопасности пассажиров, двигатели уже современные. Ну, то есть все сделано для людей. Для водителя тоже все комфортабельно. Ну, в моторном, да, отсеке все предусмотрели уже. Пожарная стоит сигнализация, пожаротушение. Сама модель уже сделана современная. По ходовой части уже все обновлено. Стоят суппорта уже, не эти барабаны. То есть все для пассажиров, чтобы не дергался лишний раз. Все плавно ездило. Очень нравится. Будем работать, стараться, смотреть. Был еще один приятный повод на торжественной церемонии. Почетной грамотой Комитета по архитектуре и строительству Миноблсполкома за образцовое выполнение должностных обязанностей был награжден водитель автопарка Станислав Павочка. В феврале этого года вблизи Слуцка загорелся автобус. Благодаря грамотным действиям Станислава удалось вовремя эвакуировать пассажиров и обойтись без жертв. За образцовое выполнение должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне наградим почетной грамотой Комитета по архитектуре и строительству Минского облсполкома Павочка Станислава Викторовича водителя автобуса филиала «Автобусный парк номер 2». А еще хочется отметить, что относительно всей области Слуцку повезло с количеством автобусов. Пять новых автобусов теперь будут курсировать в Слуцке. Немалая в этом заслуга и куратора Слуцкого автопарка Жанны Роцкой. День молодежи и студенчества отметили в Слуцке 24 июня. Не все из запланированного получилось по техническим причинам, но те, кто пришел в парк культуры и отдыха, точно остались довольны. Разноцветия холли, выставки и мастер-классы, интерактивные площадки и бесплатное кино, награждения активистов и концерт. Субтитры создавал DimaTorzok Наша молодежь, молодежь Слуцчины уникальная, и мы ею гордимся. Благодаря вам о Слуцком районе, о городе Слуцке, знает не только Минская область, но Беларусь и далеко за ее пределами. Я желаю вам находить время для работы, для творчества, для любви, для дружбы, мира и вдохновения вам, крепкого здоровья, только вместе и только вперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Беларусь 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 Продолжение следует... 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 Никаких проблем нет. Также в ходе учений 20 июля пройдет сбор председателей районных исполкомов в Минской области под руководством Александра Турчина. В галерее искусств имени Владимира Степановича Садина новая выставка из фондов Национального художественного музея Республики Беларусь. Очень летняя. Выставочный проект «Плоды земли» представляет 33 работы белорусских художников разных поколений. На них плоды человеческого труда, цветущие сады, сочные фрукты. Загляните в галерею, оцените красоту. Лето – это всегда ассоциации с детством. Помощники команды Слуцк ТВ задали случайам несколько вопросов и вернули их в беззаботную пору. Всем привет! Меня зовут Алина Бонд и сегодня специально для Слуцк ТВ мы вышли на улицы города, чтобы задать случайам очень интересные вопросы. Если бы вам прямо сейчас дали 10 тысяч долларов, на что бы вы их потратили? На семью. Да, наверное, на семью, скорее всего. Ну, может, автомобиль поменяли. Как бы жил, кушать есть. Дети устроены. Все, у них есть. Так что пока, ну, как-то так. Наверное, детский дом. А я не хочу 10 тысяч долларов. Я хочу здоровья. Я бы половину отдала семье, а вторую я бы пожертвовала на бездомных котиков, которых очень много в Слуцке. Мне их очень жалко. Наверное, самое необходимое. Но для нас стоит, как для молодой семьи, наверное, жилье. Вложились бы в жилье. Ну, пока так. Прямо сейчас дали 10 тысяч долларов. На что бы вы их потратили? Наверное, благотворительность. Какая-то добрая. Блин, ну, я не знаю. Ну, первое, что приходит на ум. Я бы котят купила. На 10 тысяч долларов. Да. Купила бы конфеты. Отдала бы детям на строительство дома. А дом купила машину? Не знаю. Ну, а что мечтаете? Кого? Котикам форум купить. Какой самый большой ваш детский страх? Ой, не помню я. Ничего такого сложного не было. Может, темнота, высота? Не, не боюсь ни высоты, ни темноты. Без страстной. Менее стеснительным быть, что ли. Ну, да, наверное. Задохнуться. Какой вот ваш самый большой детский страх? Чего вы больше всего боялись? Убийство. Может быть, родители из садика не забирали бы. Ну, то есть, наверное, вот это было самое маленькое. Это что могу вспомнить, если бы не забрали бы. А вот чего вы прям больше всего боялись? Ну, тоже в детстве. Возможно, какой-то такой страх остался. Высоты. Наверное, лишиться родителей. Темнота. Лягушки. Лягушки, вот серьезно. У меня в детстве пришли за сон, что у меня лягушка съела маму. И все это паническое уже начинается. Истерика от вида только. Темнота. Потерять родителей. У меня темнота была. Кем вы хотели стать в детстве? Мы родились в то время, когда все хотели стать космонавтами. Когда-то так было, да? Компьютеров не было, ничего не было. Правильно? Мобильников даже не было. Поэтому в детстве, ну, кем мечтал стать? Не знаю. Я же военным был и поступил в военное училище. И закончил. И звание у меня капитан запасов. Наверное, я хотел быть военным. Но распался Советский Союз. А служил я в Эстонии. Нас оттуда выгнали. И вот судьба шанса энергетиком. На разных предприятиях работаю. Танцовщица, наверное. Такой хороший вопрос. Ну, вообще, певица, наверное. Я брикмахером. Может, космонавтом? Компьютер, как и все. Кем вы хотели бы быть в детстве? Футболистом. Милиционером. Классно. Стать милиционером мечта. Врачом. Я еще не думала. Не знаю. Какая твоя самая большая детская мечта? Я очень хотела себе единорога. Прям очень сильно. Я смотрела мульти и такая. Хочу себе единорога. Как это же... Катаешься, летаешь в облаках с единорогом. Ну, это прям... А кем ты хотела стать в детстве? Я хотела стать врачом. Но передумала. И пойду на юридический. А сейчас о спорте. Спортивный футбольный клуб «Слуцк» 24 июня потерпел первое поражение на домашнем стадионе в этом сезоне. 0-2. Гродненский Неман увез три очка и возглавил турнирную таблицу. «Слуцк» сейчас на восьмом месте. Дублеры победителя в матче не выявили 1-1. Наши ребята сейчас на 13 месте. 30 июня «Слуцк» отправляется к соседям. Матч в Солигорске с «Шахтером» начнется в 20.00. Матч в Солигорске с «Шахтером» 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 Спасибо. 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ До выходных всего ничего. Если еще не решили, как провести летние деньки, смотрите, где можно отдохнуть. И в бане попаритесь, и порыбачите. Отдых на природе, вдали от городской суеты, да еще с возможностью порыбачить. И совсем рядом со Слуцком или Солигорском. Сейчас расскажем и покажем, где. И в летней зной и прохладной осени можно прекрасно провести время в зонах отдыха рыбхоза «Красная Слобода». На трех прудах рыбхоза оборудованы места для любителей посидеть с удочкой. Два из них прямо у проходной. Выловить можно от 5 до 7 килограммов рыбы на одну путевку. Хотите домашнего комфорта? И такое возможно к вашим услугам домик рыбака. Можно приехать с семьей или большой компанией. Места хватит всем. В домике 12, 2, 3 и 4 местных номеров. Санузел, душ, стиральная машина, холодильник. Для вкусного отдыха мангалы, решетки для гриля и дрова, беседки. Можно и праздник организовать. Гамаки под липами и две бани-бочки. Мини-площадка для активного отдыха детишек. Всем найдется занятие. Напротив домика рыбака пруд с обустроенными местами для рыбалки. А сварить уху прямо на берегу разве не здорово? Красота. Для корпоративных клиентов можно организовать соревнования по рыбной ловле. Искупаться здесь тоже есть. Где метрах в 30 от домика прямо через дорогу в Краснослободское водохранилище. В общем и любителям рыбной ловли и желающим просто отдохнуть в хорошо обустроенном месте сюда. Удобный подъезд, стоянка, круглосуточная охрана. Звоните, бронируйте, приезжайте и кайфуйте от общения с природой. И друг с другом. Кстати, рыбхоз Красная Слобода – один из крупнейших в Беларуси производителей живой рыбы. Здесь же ее и перерабатывают. Выручка от реализации продукции и товаров услуг выросла за последние 5 лет почти в 3 раза. Из убыточного предприятия стало прибыльным. Плюс 677 тысяч чистой прибыли за 2022 год. Соответственно, выросли зарплаты. И, конечно, места отдыха на прудах рыбхоза благоустраивать делают еще комфортнее. Хотите совместить приятное с полезным? Вырваться из городской суеты и освободиться от ежедневной рутины? Приезжайте в Красную Слободу, ловите рыбу, варите уху и радуйте жизни. И о погоде. 29 июня обещают пасмурный день с дождем и грозой. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 11-13 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 14 градусов. Днем плюс 15, плюс 21. 30 июня облачно и без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 10-11 метров в секунду. Ночью будет плюс 17, плюс 15 градусов. Днем температура воздуха плюс 19, плюс 26. На сегодня это все новости. Смотрите наши сюжеты и выпуски на YouTube-канале Слузг ТВ. Заходите и активничайте на наших страничках в соцсетях. В Instagram, Telegram, Вконтакте и Одноклассниках тоже много информации. Делитесь своими новостями, подсказывайте идеи для сюжетов и проектов. Мы рады сотрудничеству. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова